— Галина, мы вас поздравляем с открытием выставки. Это была долгая подготовительная работа, которая увечалась успехом. Экспонаты просто ошеломляют. Но не случайно ли, что среди них наибольшее число произведений искусства, представленных именно Ираном? Как так получилось? — Мне кажется, это абсолютно не случайно, потому что если мы просто представим ту культурную традицию, которая существовала в Иране и до Ислама, и то, как она развивалась в Иране на протяжении всего исламского периода, мы поймем, что на самом деле Иран и сам был таким источником, который влиял на окружающие страны. То есть искусство Могольской Индии целиком было в какой-то момент создано изначально иранскими художниками, эмигрировавшими в Индию. Искусство Средней Азии, опять же, очень многие художники переезжали. То есть в Иране было столько художников, что он поставлял своих мастеров во все окружающие страны. И поэтому мы не отбирали специально так, чтобы у нас было много иранских произведений. Так получилось совершенно само собой. Просто когда ты выбираешь какую-то вещь для коллекции или для выставки, ты смотришь на то, насколько она прекрасна, насколько это действительно шедевр. И нельзя пропустить шедевр и купить, ну или приобрести, или выставить какую-то вещь, которая, ну, может быть, представляет другое что-то, да, ну, важное по географическому принципу, но при этом хуже по качеству. Поэтому, собирая, 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 мы вдруг поняли, ой, а ведь коллекция-то наполовину иранская. Ну да, вот ареал распространения мусульманской культуры, он довольно-таки широк. Но есть ли отличия между искусством того же Ирана, Египта, Индии? Ну вот да, вот если нет, при этом нет каких-то конфессиональных, религиозных отличий, явно прослеживающихся в искусстве, да, но при этом региональные, локальные школы очень выразительные и очевидные. А вот каким именно, я точно знаю, что, например, Иран славился искусством миниатюры. Что отличало иранскую миниатюру от всех остальных? Были ли это особенно? Ну, конечно, были. Это прежде всего великолепнейшее художественное качество. Такого качества, наверное, миниатюра XVI века в Иране не сравнима ни с одной из современных ей других мусульманских школ. Вот в данный момент мы стоим возле произведения XVII века, середины XVII века. И на нём мы можем проследить не просто, насколько оно великолепно выполнено, но и насколько глубинный смысл заложен в эту миниатюру. Это лист, это произведение, сделанное на отдельном альбомном листе, то есть оно никогда не существовало как иллюстрация книги. Это было отдельное самостоятельное произведение, сделанное для коллекции. Уже в то время существовали коллекционеры искусства, которые покупали миниатюры, собирали их миниатюры, листы каллиграфии, собирали их в альбомы, хранили у себя, любовались при каждом удобном случае. И вот перед нами такое произведение. Это прекрасная девушка с бутылью. Почему она с бутылью? Насколько это связано с какими-то обычными бытовыми традициями? Ну, то есть сразу же мы вспоминаем о том, что в исламе запрещено вино. Да, запрещено. Но если мы внимательно почитаем Коран, то там всё время говорится о том, что для тех праведников, которые окажутся в раю, они будут сидеть на прекрасных цветных коврах и подушках в роскошном зелёном саду и будут им приносить прекрасные девы золотые и серебряные сосуды, полные явств и напитков. Вот может быть, именно такая дева изображена на данной миниатюре? А если мы ещё немножечко подумаем, то вот смотрите, что странно. У неё очень странные рукава. Почему у неё спрятаны руки в рукава? В иранской, в персидской поэзии это очень принятый образ. Спрятанные руки в рукава обозначают нерешительность, бездействие. То есть в тот момент, когда человек не знает, что дальше, как ему действовать, он прячет руки в рукава, спускает рукава и таким образом показывает, ну, я ничего не делаю. И вот этот образ несёт такую в себе нерешительность. Это некая прекрасная дева, несущая бутыль, и почему-то она в замешательстве. Если мы обратимся к персидской поэзии, мы поймём, насколько часто этот образ встречается в поэтических образах. И мы вспомним, что прекрасная дева, которая упоминается персидскими поэтами, это очень часто, это не просто некая возлюбленная. Всегда, говоря об этом, вспоминая этот образ, художник и поэт обращаются к образу бога. Это бог прекрасен, это к нему надо обращаться как к возлюбленной, это его надо всё время помнить. И вот это отношение к Всевышнему как к объекту любви, в первую очередь, оно пронизывает целиком мусульманскую культуру и иранскую культуру. И иранские художники нашли вот такое воплощение этому образу. То есть на самом деле человек, постоянно концентрирующийся на этом образе, на прекрасной возлюбленной, на Всевышнем, если он достаточно активен, если он прилагает много усилий, вот тогда она, может быть, выпустит бутыль. Она не знает, отдать или не отдать. Возможно, отдаст, если очень постараться. Как здорово! Какой оказывается глубинный смысл, о чём ты даже не подозреваешь, глядя так. И вот каждое произведение искусства иранского, его можно читать таким образом, вчитываться, и в нём будет один, два, три. Считается, что классическое произведение должно содержать не менее семи слоёв смысла. Но на самом деле можно до бесконечности его интерпретировать и искать глубины. А каким образом их можно интерпретировать и искать? Это нужно обладать некими знаниями? Ну, вы знаете, дело в том, что вся культура построена на глубоком знании поэзии. Ведь в это время, и сейчас, очень многие современные мусульмане на память помнят тысячи стихов. И вот эти все образы, переплетаясь друг с другом, как-то соединяясь, сравниваясь, вот они выстраивают вот ту цепочку смыслов, которая помогает прочитать произведения изобразительного искусства. Насколько я знаю, в Ране было несколько таких культурных центров, городов, где как раз обучали искусству и живописи, миниатюры. А вот расскажите поподробнее. Ну, на самом деле, искусство живописи и миниатюры, оно очень тесно связано с традицией дворца, с традицией двора, потому что это всегда было элитарное искусство, оно всегда было предназначено для тех, кто ценит, для тех, кто разбирается, и для тех, кто может содержать мастерскую, потому что, на самом деле, мы вот здесь видим и золото, и серебро, и совершенно потрясающие краски, в которых использовались порошки перетертых самоцветов. Бумага была недешевой. В связи с этим художественные центры крупные возникали там, где был двор. Мы знаем, что в XV веке при Тимуридах двор находился в Герате. Герат процветал в XV веке. Знаменитый художник Бигзат работал в Герате при султан Хусейне Байкара. Потом политическая ось переместилась из восточного Ирана в западный Иран. И вместо художественных мастерских в Герате появились художественные мастерские в Тибризе. При этом, создавая новую мастерскую, новый иранский шах, новая династия, забирала художников из предыдущего центра, перевозила художников. И при этом брали местных художников, брали художников из предыдущего центра. Получалась совершенно новая художественная школа в Тибризе. Потом шах пожелал переехать, перенести столицу в другой город, в Казвин, через 50 лет после появления тибризской художественной традиции. Он переезжает, при этом каких-то художников он решает, что они ему уже надоели, они ему не нужны. Он берет только часть из них, а вместо этого набирает новых в Казвине. И начинает развиваться новая художественная школа. Еще 50 лет. И через 50 лет следующий иранский шах решает, нет, надо переезжать в центр страны, в Иран, в Исфахан. Переезжает в Исфахан. И опять, каких-то художников берет, каких-то не берет. И все это связано уже теперь с его личным художественным вкусом. Возникает богатейшая Исфаханская традиция. При этом был художественный центр Ширас, который возник в XV веке изначально как дворцовый центр. Но вот тут случилась потрясающая вещь. Двор уехал, художники остались, и они продолжали работать. И это единственный знак, известный нам в Иране, центр коммерческого производства книг. При этом традиция, начиная с XV века и до XVII, она была непрерывной и совершенно самобытной, неповторимой, неизвестной ни в одном другом художественном центре. Насколько я знаю, вероятно, ошибаюсь, Исфахан еще славился своей лазутиной такой краской. Или это Центральная Азия? На самом деле, если вы имеете в виду бирюзу, я бы сказала, что это не Исфахан, это весь Иран, это Центральная Азия, это просто цвет, излюбленный в мусульманской архитектуре. Если вы обратите внимание, израстцы, в основном керамика, вот когда научились делать глазурь лазурного бирюзового цвета, еще с кобальтом, это было величайшим открытием. И дальше просто, вот там с XII века и дальше, Иран весь, вся архитектура Ирана голубая. А это имело какой-то символический смысл и просто нравилось? Ну, конечно, это цвет неба, конечно, это цвет неба, и золото на этой глазури, оно совершенно потрясающе сияет, как солнце. Да, это действительно очень красиво. А с чем связано, вот, не раз просто разглядывая миниатюры, смотришь, что вот лица фигур очень похожи как-то, вот почему? Ну, есть лица действительно очень похожие, вот как, например, этой девушке мы найдем много очень похожих лиц. Это идеал красоты, она должна быть самой красивой. И когда мы говорим о самой красивой, когда вот изображается идеальное, божественное, возлюбленное, то ищут, конечно, идеал, который будет восприниматься всеми. А при этом у нас есть практически исторические портреты. Вот у нас на выставке представлены два портрета Шаха Аббаса. На одном из портретов он принимает индийского посла, а на другом изображен дворцовый прием, и мы знаем ряд аналогий, где очень похожие персонажи представлены немножко в других ситуациях. И есть случаи, когда все они подписаны именами исторических лиц, живущих в ту эпоху. И это абсолютно историческая живопись. То есть, скорее всего, и на нашей миниатюре, если бы мы обладали чуть большим количеством знаний, мы бы узнали просто, кто эти люди.